Субтитры делал DimaTorzok 3000 бонн. Это как бы по сути все. Но есть еще куча другого разного помелочи, которая в этом всем деле вшита. То есть прогрессия это наш основной ориентир, а все остальное это приятные неожиданности. Например, чтобы дойти до этой прогрессии, до ее 30 уровня, необходимо собрать 30 элементов коллекции. 10 из них это игра из Ваффентрагера и 20 вытащить. Он стоит гораздо дороже. Ну смысл в том, что, конечно, все эти кейсы, почем они будут продаваться, пока неизвестно. Новогодние коробки вроде как продавались по 110 рублей за штуку. Если эти будут примерно такие же, то это деньги, во-первых. Но награда, которая будет в них, однозначно достойна того. То есть, если и донатить в игру World of Tanks, то, конечно, используя именно такие возможности. Новогодние коробки, отличный получается там, так сказать, бонус, помимо того, что покупать там чего-нибудь просто. Так и эти вполне могут быть выгодными. Особенно перечень премтанков, которые у вас здесь есть, может вас привлечь, собственно говоря. Ну и самая-то главная награда получать энергоблоки. Энергоблоки, особо сильно не заморачивайтесь, что это такое. Это аналог новогодних коробок. То же самое, примерно. То есть, из этих энергоблоков вы можете их открывать, и из них будет выпадать внутриигровое какое-то ценное имущество. Ну давайте вот посмотрим, о каком имуществе тут вообще у нас идет речь. Вот, например, энергоблок гонщик. То есть, это, по сути, тот же самый контейнер, к которому мы привыкли, но он бесплатный. Он будет даваться вам за выполнение различных боевых задач как раз-таки в этом режиме. И, как вы видите, в первом слоте может выпасть и один день танкового премиум аккаунта, и голдовые расходки, и серебро, и резервы там на опыт, на экипаж, на свободный опыт, и даже демонтажные наборы в определенном количестве. Во втором слоте выпадает элемент коллекции. Про него мы поговорим чуть позже. Ну и самое интересное, если вам не нравится то, что вам выпало из энергоблока, его целых три раза можно перезапустить. Для этого вам придется потратить немножечко серебра. Ну, там буквально сейчас есть еще и спецэнергоблоки. Вот спецэнергоблоки – это то, что можно будет приобретать, грубо говоря, за денежку. Ну, вы поняли, это не бесплатно будет выпадать, но из них будет гораздо более жирные призы выпадать. Кроме того, спецэнергоблоки точно так же можно перезапускать. Но, к сожалению, перезапуск спецэнергоблоков обходится уже в голдишечке. То есть не в серебре вы платите, а перезапуск энергоблока обходится в голде. Сколько он стоит будет, я вам пока что сказать не могу, но то, что из него будут выпадать преем танки восьмого уровня, это вот как бы уже можете быть уверены. Сейчас я вам покажу содержимое этих спецэнергоблоков. Ну, в первом слоте здесь, в принципе, просто призы пожирнее, но смысл их не меняется. Во втором слоте, помимо, я так понимаю, элементов коллекции, могут выпасть еще и преемтехника восьмого уровня. Вот она у вас сейчас будет вся на экранах, можете паузу поставить, посмотреть. Здесь ее огромное количество, в том числе и новый американский танк Т-77. Это аналог, как я и говорил, Хэвика. То есть это абсолютно новая машина, и она будет в рамках вот этого вот спецэнергоблока тоже выпадать периодически. Гарантированно вы получаете 100 золота, и первый перезапуск стоит 100 золота, второй перезапуск 250 золота, и третий перезапуск 500 золота. При этом 100 золота вы получаете гарантированно, поэтому при следующих открытиях они уже не выпадают, но как бы они изначально у вас на аккаунте остаются. Таким образом, ребят, я уточнил у разработчиков, если выпал вам, например, ИС-6, а вы хотите Т-77, то вы можете переоткрыть этот спецблок, спецэнергоблок, и, ну, если выпадет Т-77, вам повезет, но может выпадет здесь какой-нибудь Т-92, но при этом и со 6-го вы уже не получите. То есть вы как бы от него отказались и попытались свою попытку и потратили еще раз. Вот.